Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего доклада – анализ профиля экспрессии микро-РНК в клетках костного мозга при лимфоидных и мелодных опухолях. Среди наиболее актуальных проблем современной онкогематологии, пристальный интерес вызывает особое нарушение костно-мозгового кровотворения и мелодисплазии. МДС делят на первичные возникающие ДНОВА и описывают как группу клональных заболеваний гемопоэтических стволовых клеток, характеризующихся морфологическими диспластическими изменениями в клетках одной или нескольких линий гемопоэза и повышенным риском развития острого мелодиноволитоза. Кроме того, выделяют вторичные мелодисплазии. Это МДС, которые развились на фоне предшествующей цитостатической терапии, вторичные МДС при аутоиммунных, инфекционных заболеваниях, солидных опухолях и особые интересы в рамках данного исследования вызывают МДС при злокачественных лимфомах без предшествующей терапии. Вторичным МДС в патогенезе поражения костного мозга на данный момент определённого места ещё не найдено. В целом МДС представляет собой одну из наиболее сложных проблем гематологии как с точки зрения диагностики, так и в плане лечения. Дифференциальная диагностика первичных и вторичных МДС по морфологическим признакам не всегда надёжна. Кроме того, на ранних этапах развития заболевания весьма трудно отличить ранние морфологические изменения, связанные с дисплазией, от других синдромов недостаточности костного мозга, в частности, случаев дефицита витамина В12, а также поливодефицитной анемии. Кроме того, стоит отметить и диапатические изменения неопределённого потенциала. Интересной группой в данной категории заболеваний являются случаи соматических мутаций в гемопоэтических клетках пожилых людей без признаков гематологических нарушений, так называемых возрастной планарии гемопоэс с неопределённым потенциалом. В большинстве случаев он сопровождается одиночными мутациями и цитогенетическими перестройками, характерными для первичного МДС. Однако детально патогенез этого состояния не изучен. Вторичный МДС при нехожкинских злокачественных лимфомах связан с цитопениями в периферической крови и нарушениями морфологии клеток костного мозга, подобно тем, что встречается при первичном МДС. Эти нарушения относят к признакам дизэритропоэза, дизгромоцитопоэза и дизмегокариоцитопоэза. Аномалии клеток костного мозга очень разнообразны и встречаются в виде поражений одного ростка кровотворения либо мультиростковых мелодисплазий. Так, при дизэритропоэзии характерно присутствие крупных мегалобалстоидных форм с диссоциацией созревания ядра и цитоплазмы. Встречаются многоядерные формы эритрокариоцитов и клетки с цитоплазматической перемычкой, так называемым цитоплазматическим мостиком, что является следствием нарушения нарушенного метоза. Важным открытием является тот факт, что у больных с нехоченскими злокачественными лимфомами, с признаками дисплазии эритроидного ряда, анемия встречается почти в два раза чаще, чем у пациентов с нормальной морфологией клеток костного мозга. И в совокупности эти факты ассоциированы с высокими темпами опухолевой прогрессии, низкой выживаемостью и резистентностью к проводимой терапии. При дизэритропоэзии в периферической крови имеют место гипогранулярность и гипотегментация ядер нитрофилов, так называемая пингеризация. При дизмегакариоцитопоэзии к признакам дисплазии относят такие особенности, как микроформы мегакариоцитов. И в костном мозге более выражены качественные аномалии мегакариоцитов, чем количественные. В периферической крови при тромбоцитопении морфологические аномалии тромбоцитов представлены гигантскими формами гипогранулярными или гипергранулярными тромбоцитами. Программа лечения первичного МДС и вторичной мелодисплазии радикально отличаются. Таким образом, с практической точки зрения, проблема поиска критериев дифференциального диагноза первичного МДС и вторичной мелодисплазии при злокачественных лимфомах, а также неопухолевых патологий, является чрезвычайно актуальной. Кроме того, важно ответить и на фундаментальный вопрос о механизмах влияния на локальной расположенной дне костно-мозговой обуви на гемокоэтической микроокружении и костно-мозговое опроботворение в целом при возникновении вторичного МДС. Молекулярные маркеры всё чаще используются для описания МДС и позволяют отличать этот диагноз от других нарушений костного мозга. Необходимо признать, что в настоящее время нет универсальной прогностической школы, которая включала бы в себя все значимые параметры для МДС. Основным препятствием для понимания реального прогноза развития заболевания и эффективного лечения МДС является недостаточное знание биологии заболеваний. Актуальной задачей клинической макогематологии является поиск дополнительных молекулярно-генетических маркеров с возможностью интеграции в уже существующие международные диагностические критерии. И одними из наиболее перспективных маркеров в данном контексте являются микро-РНК. Микро-РНК — это малонекодирующая РНК, регулирующая свои гены мишени на пост-транскрипционном уровне. Зрелые микро-РНК имеют длину в диапазоне 20 нуклеотидов. И в большинстве случаев взаимодействуют они с МРНК. Мишени за счёт полного либо частичного комплементарного связанного определённого специферичного участка у микро-РНК три штриху ТР МРНК-мишени. Степень комплементарности определяет, происходит ли расщепление МРНК-мишени или ингибирование трансляции. Полученные на сегодняшний день результаты о роли микро-РНК при опухолевых заболеваниях различного генеза указывают на высокий потенциал использования микро-РНК в качестве инструментов при дифференциальной диагностике первичной и вторичной мейлогисплазии. Микро-РНК обладают высокой стабильностью, в отличие от МРНК, что позволяет использовать их в исследованиях материалов косвенного мозга с парафиновых блоков или фиксированных предметных стёкол. Также стоит отметить, что возможность неполной комплементарности связывания обуславливать наличие у одной микро-РНК более ста генов-мишеней, образуя тем самым сложные сети. Сформирован ряд информационных ресурсов, позволяющих прогнозировать гены-мишеней для микро-РНК и тем самым идентифицировать микро-РНК, которые являются максимально специфичными для исследуемых заболеваний. Таким образом, микро-РНК можно анализировать как с точки зрения фундаментальных, так и прикладных задач. Гемопоэз — это процесс образования клеток крови, который начинается в раннем агренальном периоде, является каскадом деления дифференцированной мультипатентной гемопоэтической стволовой клетки. Понимание молекулярно-генетических механизмов регуляции нормального гемопоэза позволит понять причины возникновения и развития опухолевых заболеваний крови. В поддержании нормального гемопоэза участвуют как генетические, так и эпигенетические механизмы регуляции, включая микро-РНК. В частности, баланс между собой обновлением и дифференцировкой стволовых клеток также контролируется в микро-РНК, ну и также, конечно, другими транскрипционными факторами. При установлении диагноза МГС основываются новые лень дисплатических изменений одного или нескольких ростков гемопоэза. Анализ литературных данных показал, что микро-РНК контролирует каждый этап кровотворения. Одни микро-РНК активируют, а другие блокируют процессы дифференцировки предшественников в зрелые клетки крови. Микро-РНК являются одними из регуляторов нормального гемопоэза. Неудивительно, что изменения их уровня экспрессии способствуют развитию гемопоэтических неоплазий. В течение последних 10 лет опубликован ряд масштабных исследований, направленных на изучение профиля экспрессии микро-РНК при МДС. И полученные данные противоречивы, что, вероятно, связаны с различным типом и качеством исследуемых образцов, методами анализа, а также вариантами статистической обработки данных. И тем самым всё это требует продолжения исследований. Кто-то отметит, что нет публикации о роли микро-РНК при вторичных поражениях костного мозга при злокачественных лимфомах. Таким образом, анализ профиля экспрессии микро-РНК в костном мозге при злокачественных лимфомах является актуальной и новой областью для исследований. В качестве материала для исследования использованы препараты костного мозга, полученные от пациентов, с верифицированными диагнозами ОМЛ, лимфома Ходжкина с поражениями костного мозга, неходжкинские лимфомы с поражением костного мозга и неопухолевые патологии с реактивными нарушениями мелопоэта. Экстракция наклеенных кислот в физологическом материале мазков костного мозга выполнена с использованием набора RealBest экстракции компании VectorBest. Выбор микро-РНК для анализа проводили с помощью мультиплексной технологии на string encounter, позволяющей определять абсолютное количество 800 микро-РНК в образце. Анализ результатов выявил порядка 100 микро-РНК, дифференциально экспрессированных между МДС и неопухолевыми патологиями. На данном этапе исследования мы выбрали 17 микро-РНК. Далее анализ уровня экспрессии этих микро-РНК уже сформированной выборки исследуемых образцов проводили методом ОТПЦР в реальном времени. Статистическая обработка данных выполнена с использованием непараметрического коэффициента манна-кулифи. В результате исследования получены статистически достоверные различия относительных уровней экспрессии в 8 микро-РНК при сравнении у МЭЛ и неопухолевых патологий, 9 микро-РНК между группами лимфом Ходжкина с поражением костного мозга и неопухолевыми патологиями, и 6 микро-РНК дифференциально экспрессированы при сравнении групп неходжкинских лимфом с поражением костного мозга и неопухолевых патологий. С фундаментальной точки зрения полученные данные указывают на наличие общих механизмов развития неоплазий костного мозга вне зависимости от лимфоидного и неопухолевого происхождения опухолевых патологий, а также выявлены микро-РНК, обладающие сходными изменениями при неопухолевых заболеваниях крови в сравнении с неопухолевыми патологиями, а также полученные данные говорят о уникальных путях регуляции и развития поражения костного мозга при злокачественных лимфомах. В частности, микро-РНК 96 и L7 являются специфичными для поражения костного мозга на фоне злокачественных лимфомов. В заключении стоит отметить, что, безусловно, в продолжении исследования планируется увеличение исследуемых выборов, а также полный анализ всего спектра микро-РНК, полученного при скрининговом исследовании платформы NanoString. Но уже сейчас можно предположить, что дифференциальная диагностика опухолевых гематологических заболеваний от реактивных состояний костного мозга на основе профиля экспрессии микро-РНК позволит повысить точность и информативность ранней диагностики опухолевых и предопухолевых поражений костного мозга, а поиск дополнительных прогностических маркеров для диагностики как МДС ДНО, так и вторичных поражений костного мозга позволит максимально персонализировать проводимую терапию. Благодарю за внимание.